Однажды некто задал Гуру Махараджу вопрос о том эпизоде, когда Юдхиштхир, Махарадж и его спутники шли в Гималаях, направляясь в Бадари Кашхрам. Пандалы один за другим прекращали идти, но была некая собака, которая продолжала идти вслед за царем. И преданный недоумевал. Он не понимал, как же так, Арджуны и все остальные, все они прекращали идти, но собака продолжала сопровождать царя, и он от нее не отказывался. Выяснилось, что эта собака была Ямараджем, то было некое испытание и так далее, но преданный не понимал. Откуда, спросил он, взялась эта нерушимая связь между царем и собакой? И Гуру Махарадж пояснил. Дело в том, что собака приняла царя своим прибежищем. А принцип Шаранагати или самопредание состоит в том, что если человеку дается прибежище, то этого человека никогда не отвергают. Эта связь вечно остается нерушимый. И временами мы радовались, слыша, как Швила Гуруде, Швила Говинда Махарадж пояснял природу этой связи, своей связи с учениками, последователями и друзьями. Он говорил, если я принимаю кого-то, и если человек принимает меня, свои прибежища, то я, сказал, буду сопровождать такого человека в ад, но я никогда его не оставлю. И порой даже находились преданные, которые давили на него в тех ситуациях, когда некие слуги причиняли беспокойство в рамках большой группы преданных слуг. Порой подобное случается. И собиралась группа таких недовольных и обращалась к Швиле Говинде Махараджу с просьбой наказателей изгнать такого смутьяна, который причинял беспокойство всем. Гуруде на это отвечал «Нет, эти люди приняли во мне прибежище». И то бы не было некое своевольное капризное решение с его стороны. Он объяснял «Эти люди служили Гуру Махараджу в час величайшей нужды, и даже если сейчас они не способны служить так, как делали это в прошлом, я никогда этого не забуду, и я никогда не разорву эту связь, поскольку они служили Могу Гуру Махараджу». Харе Кристос.